Лыжня России продолжает бить рекорды. В эти выходные только в столице республики на массовые старты вышли 13 тысяч человек. Все они собрались в парке имени 500-летия Чебоксар. На лыжню вышли и старый млад. Причем некоторые не старались бить рекорды скорости, а удивляли горожан необычными костюмами. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Первыми на старт массовой гонки выходят самые юные участники. Кто-то преодолевает дистанцию самостоятельно, а кто-то вместе с родителями. На крутые подъемы многим удается забраться только на руках у пап. На старт десятый по счету лыжни вышли и ветераны. Вера Орлова массовую гонку не пропускала никогда, причем и в этот раз она облачилась в национальный костюм. Мало остается чего-то. В общем, все эти годы разменяло, но силы уменьшаются. Ну а душа у меня молодая, как у 17-летнего. Трасса хорошая, погода очень хорошая. Люди все счастливые, все эти молодежь вышли, все радуются. Вместе с чебоксарцами на старт вышли и гости из южных стран. Студенты Чувашского госуниверситета из Конго, Туниса и Анголы, едва привыкшие к русским холодам и снегу, уже уверенно преодолевают лыжную трассу. Говорят, что к этому дню они готовились долго, каждый день выходили на тренировки в парк. Я много тренировок не сделал, но сегодня все было нормально. Тяжело было, но привыкал. Упал несколько раз, но нормально пойдет. Понравился? Понравился? Да, да, понравился. На пытание на лыжах? Нравился, конечно. На трассе не только любители, но и спортсмены с опытом, лучшим из лучших по традиции вручают награды. Но многие сюда приходят не ради победы. Это у меня юбилейный 10-й раз на лыжню России. И этот самый очень рады. Ну, почаще, чтобы народ выходил на трассу, почаще такие соревнования организовать. Участники ВИП-старта на этот раз преодолели дистанцию в 2015 метров. Этот забег решили посвятить предстоящему чемпионату Европы по легкой атлетике. Он пройдет в Чебоксарах нынешним летом. На лыжи в этот день встали члены кабинета министров, сотрудники администрации города и депутаты. С каждым годом все больше и больше народа собирается. В этом году мы решили два дня. Вот в субботу в Лапсарах провели спортсмены эти мероприятия. В воскресенье любители здесь в парке 500 лет и собрались. И это здорово. А может в следующем году еще площадок больше сделаем. Я думаю, что каждый получил частичку здоровья, частичку хорошего настроения. А вот глава республики опробовал трассу еще до того, как массовые лыжни дали официальный старт. С точки зрения удовольствия на этой трассе можно получить столько положительных эмоций, столько энергии на этом светом воздухе. Это словами передать сложно. Надо встать на лыжи, пройтись, прогуляться. На этот раз в парке 500-летия чествовали не только призера Всероссийской лыжни, но и те, кто внес большой вклад в проведение Олимпиады. Награды в честь годовщины сочинских игр получили тренеры, артисты народного ансамбля и журналисты. Глава региона отметил, что приоритеты государственной политики в области спорта не изменились. Мы вводили и вводим объекты физической культуры и спорта. В этом году введем в городе Чебоксары объекты новые. Это для вас. Количество участников массовых стартов успели подсчитать уже в выходные. Всего в эти дни в республике встали на лыжи более 50 тысяч человек. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика.